В 1958 году и правительство Соединённых Штатов, и правительство СССР планировали осуществить ядерный взрыв на Луне. Вы знали об этом? Они хотели доказать, что доминируют в космическом пространстве, доказать с помощью ядерного взрыва на Луне. Позже американские стратеги отказались от этих планов, потому что они подумали. Предположим, мы запустим эту бомбу, но если она пролетит мимо цели, тогда существует вероятность, что бомба вернётся обратно и ударит по Земле. Так что они бросили эту затею. Россия тоже отказалась от своих планов, тогда ещё это был СССР. Потому что расчёты показали, что если сбросить ядерную бомбу в отсутствие атмосферы, то пыли, которая поднимется в результате, будет так мало, и она так быстро рассеется, что вряд ли получится заснять этот момент на камеру и получить впечатляющий результат. Поэтому они передумали. Но вы можете себе это представить? Они хотели бомбить Луну. Там некого убивать. Там некого убивать. Территория ещё никому не принадлежит. Но они хотели бомбить Луну. Это яркий пример того, что из себя представляют люди. С нашим образом жизни не мыли самый опасный вирус на планете. Каждый день мы убиваем 200 миллионов животных на планете ради пропитания. Миллионы рыб и других водных обитателей. Более триллиона рыб и около 72 миллиардов других животных в год. Нужно ли столько еды для 7,5 миллиардов людей? Нам не нужно столько пищи, но мы убиваем, потому что мы создали индустрию. Сегодня нужно забить столько-то животных. Неважно, сможем ли мы столько съесть или нет. Вот и всё. С 1970-го по 2016-й годы было истреблено 68% позвоночных животных. 68. Да, я назвал вам правильное число. На сегодняшний день это уже более 70%. За 50 лет мы уничтожили 70% позвоночных животных. Мы уничтожили схожий объём насекомых, червей и другой живности. Если бы кто-то наблюдал за этим, предположим, кузнечики правили бы этой планетой. Они бы подумали, мы должны как-то уничтожить этот вирус. Да или нет? Разве не так бы они подумали? Если бы какой-то другой вид животных сделал с планеты то, что делаем мы, разве бы мы не нашли способ их истребить? Любыми средствами. Отравив Землю, сбросив на них химическую или атомную бомбу, как угодно. Мы готовы бомбить Луну, просто чтобы доказать, что мы можем там что-то взорвать и снять это на камеру. На что вы идёте ради селфи? Люди падают с мостов, люди падают под поезда. Чтобы сделать снимок просто из принципа. Всё это потому, что человек не знает, как просто существовать. Он должен постоянно что-то делать. Было бы лучше, если бы мы были животными, и наших мозгов хватало лишь на самое необходимое. Если удалить половину мозга, вы станете достаточно безобидным существом. Но если с целым мозгом вы не знаете, как просто существовать, то этот мозг становится серьёзной проблемой. Когда ваш мозг полноценно развит, вы должны знать, как быть, иначе это очень опасный инструмент. Отсутствие способности просто существовать и недостаток осознанности ведут к ужасным последствиям. Это известно всем, кроме нас. Я уже рассказывал об этом. Некоторое время назад в Великобритании и Европе была вспышка коровьего бешенства. Помните? Так вот, встретились на английском лугу две коровы. И одна говорит другой, «Что ты думаешь о коровьем бешенстве?» А другая отвечает, «А мне-то какая разница? Я вообще вертолёт». Мы забыли, что мы — человеческие существа. В этом вся проблема. Мы забыли, что мы — жизнь, и что наша жизнь тесно переплетена со всем сущим. Сан-Гуру, мы пришли на духовную беседу, а вы читаете нам лекцию об экологии. Нет, нет, я говорю о духовности, потому что духовный процесс — это стирание границ вашего физического «я». Когда вы стираете границы своего физического «я», всё вокруг становится вами, а не просто окружающей средой. В данный момент проблемы экологии и окружающей среды существуют лишь в книгах, школах и университетах. Забота об окружающей среде и экологии должна жить в наших сердцах, а не в учебниках. Это произойдёт только, если вы уделите внимание жизни.